МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр транспорта Александр Дементьев. В этом году Дорожный фонд Края составит свыше 8 миллиардов рублей. Только на ремонт дорог в краевой столице будет потрачено более 1 миллиарда. Часть средств поступит в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Несмотря на то, что в этот список не попал Рубцовск, власти обещают и в этом городе отремонтировать несколько улиц за счет регионального бюджета. Распоряжение правительства Алтайского края от 18 февраля, номер 45, предусмотрены в Рубцовску дополнительные субсидии в размере 70 миллионов рублей. На данные средства в Рубцовском планируется выполнить ремонт более 6 улиц. А что же касается строительства третьего моста через ОПИ в Барнауле, идея вызвала неоднозначную оценку. Например, по мнению депутата КЗС Владислава Вакаева, целесообразнее было бы построить тоннель, который мог соединить спальные районы города с центром. А вот БИИСК может получить списанный транспорт из Москвы. Администрация БИИСКа создает новое муниципальное предприятие, которое заменит убыточное БИИСКОЕ трамвайное управление. Напомним, оно находится в стадии банкротства. Как пишет политсибрус о ссылке на министра транспорта Александра Дементьева, чтобы сохранить предприятие, создается новое, куда, скорее всего, будут переведены основные транспортные средства. Администрация БИИСКа также надеется подвижной состав из Москвы, который у них был заменен в рамках Чемпионата мира по футболу, переедет именно в Наукоград. Министр отметил, что стоит задача сохранить предприятие. Напомним, проблемы у БИИСКОЕ трамвайного управления начались после повышения тарифа на проезд летом 2016 года. Цены на билеты тогда выросли до 17,5 рублей, что, конечно же, сказалось на количестве пассажиров. Предприятие стало работать в убыток, и уже в середине 2017 года долги оценивались более чем в 100 миллионов рублей. Было сокращено более сотни сотрудников. Жители БИИСКа выходили на митинг в защиту городского электротранспорта. Сегодня в Барнауле до 6 вечера будет отключена холодная вода в нескольких домах краевой столицы. По поручению главы города Сергея Дугина по адресу Эмилии Алексеевой, 84, идут работы. Сотрудники водоканала планируют заменить две задвижки. С 9 утра до 18.00 будет ограничено водоснабжение по адресам, которые сейчас на ваших экранах. Жителям рекомендуется по возможности сделать необходимые запасы воды. Оставить заявку можно по телефону 28-22-00. 10 тысяч врачей не хватает в Алтайском крае. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов в ходе круглого стола в Краевом парламентском центре. Прежде всего регион нуждается в терапевтах и педиатрах, а также онкологах, анестезиологах, реаниматологах и рентгенологах. Чтобы переломить кадровый голод в этой сфере, нужно привлекать молодых специалистов, говорят чиновники. Но для этого предлагают повысить социальный статус медицинского работника, поднять зарплату, которая значительно ниже, чем в других регионах, и обеспечить молодых специалистов жильем. Мы в этом году изыщем средства по компенсации аренды жилья молодому специалисту. Как мы говорили, человек, который готов приехать в район, он должен иметь определенные гарантии, что он не будет жить в больнице. Я уже пример приводил, что два года у нас главный врач жил в больнице, в палате, по сути дела. Мне кажется, это не лучший пример, который не способствует, мне кажется, тому, чтобы привлекать в профессию. К 2024 году специалисты Министерства здравоохранения рассчитывают на 95% укомплектовать все больницы и поликлиники края врачами первой необходимости. Это терапевтами и педиатрами. Ставку в том числе делают на студентов медицинских вузов, которые только-только начали получать образование. Программу празднования 74-й годовщины Великой Победы обсудят сегодня в Краевой столице. В правительстве региона пройдет заседание Оргкомитета. В частности, рассмотрят предварительную программу, порядок концертных программ, спортивных, военно-патриотических мероприятий. Поздравление получат около полутора тысяч жителей. Это как непосредственные участники войны, так и блокадники, дети, узники в конслаберии. Но в преддверии одного из самых долгожданных и любимых приближающихся праздников Международного женского дня торговый двор «Аникс» совместно с нашей телекомпанией объявляет конкурс. До 3 марта мы будем принимать от вас фото и видео поздравления мам, бабушек, сестер и подруг. Возможно, это будут зарисовки о ваших любимых женщинах. Подробности конкурса на странице нашей официальной группы ВКонтакте и в Инстаграм. Накануне праздника запустим голосование. Авторы лучших трех работ в подарок получат продуктовые корзины от торгового двора «Аникс». Организаторы также приготовили специальный денежный приз. Читайте подробности конкурса в интернете. И в завершение о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Крайопеременная облачность, возможен небольшой снег, в камне на обиду, минус четырех. В Рубцовске и Зменногорске – плюс один, в Заринске и Олейске – около ноля. В Барнауле небольшой снег и оттепель. У меня на этом все новости к этому часу. Если у вас есть интересные темы для наших сюжетов, звоните по телефону в Барнауле 722-440. До встречи.